Новость, которая стала потрясением для всех поклонников российского фигурного катания. Звезда игр в Сочи, олимпийская чемпионка Юлия Лепницкая завершает карьеру. Об этом сообщила ее мама. 19-летняя спортсменка долго лечила травму ноги, пропустила несколько важных соревнований. И полоса неудач на этом не заканчивалась. Ольга Князева продолжит. Маленькая девочка в красном платье и легко взлетает и опускается на лед под мелодию из фильма «Список Шиндлера». На следующий день она получит письмо с благодарностью лично от режиссера Спилберга за созданный образ. А эксперты скажут не выступление, а какой-то эффект 25-го кадра. От Лепницкой глаз не оторвать. Самая молодая олимпийская чемпионка в одиночном женском катании. Плотно сжатые губы, хитрый прищур. Хрупкая, но сильная. Ее такой полюбила вся страна. И вот неожиданная новость. Юлия Лепницкая уходит из спорта. Агентство ТАСС приводит слова мамы фигуристки Юлии Лепницкой. О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле. Сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от аналексии. О таких деталях Юлиной жизни до этого и разговора не было. Лепницкая хоть и не часто давала интервью, но если общалась с журналистами, то достаточно открыто рассказывала, например, о переходном возрасте и как раз наоборот борьбе с лишним весом. Цитата из агентства sports.ru. Я старалась похудеть, бегала, отказывалась от еды, но ничего не могла сделать. Раньше думала, что фраза «поправляешься от воздуха» — это всего лишь такой оборот речи. Но то, что происходило со мной, лучше всего отражают именно эти слова. В прошлом году опять же не скрывала, почему пропустила чемпионат России в декабре. Травма, подскользнулась на улице. Впрочем, неудачи начались сразу после Сочи. Девятое место на чемпионате России. Не прошла отборный чемпионат Европы. Дальше Юля не выходит на лед почти год. Возвращается в октябре 2015-го. Во время турнира в Финляндии. Уходит она или нет, в этот раз сама Юлия Лепницкая объяснять пока не спешит. Она еще не приходила в федерацию. Она еще не говорила о том, что она уходит. Хотя я ее не вижу очень давно уже. Человек, который хотел бы вернуться, он уже вернулся бы. Татьяна Тарасова считает, к Юле Слава пришла слишком рано. Подросткам она взяла золото чемпионата Европы, серебро чемпионата мира. Выстрелила на Олимпиаде в Сочи. Дальше проблемы роста, которые росту в спорте только мешают. У тренера Алексея Мишина другая версия. Возможно, Юля задала слишком высокую планку. В итоге просто устала. Все, я пришла на каток и поняла, больше я кататься не смогу. Вот такое состояние души человека бывает. Алексей Мишин – тренер Елизаветы Туктамышевой. Когда-то одной из главных соперниц Лепницкой. Туктамышеву называют вундеркиндом в фигурном катании с 12 лет. Виртуозно и легко выполняет тройные прыжки любой сложности. Сильных молодых фигуристок в России сегодня достаточно. Опять же, конкуренция, выдержать которую нелегко. Женское одиночное катание в России остается сильнейшим. У нас очень сильные позиции. Вслед за Юлей чемпионкой мира стала Лиза Туктамышева. А сейчас, как мы знаем, лидерство очень четко и уверенно захватило Евгения Медведева, уже ставшая двукратной чемпионкой мира. Медведева – воспитанница Этери Туберидзе. Именно этот тренер в свое время вывела Лепницкую к победе в Сочи. Потом Юля решила сменить тренера. Перешла к Алексею Урманову. Переехала из Москвы в Сочи. Искала себя. Возможно, завершение карьеры – это продолжение поисков, предполагают в федерации. А может быть, она захочет учиться. И в 19 лет это не поздно начать. Вот я в 19 лет начала тренировать. Что бы ни решила Юлия Лепницкая, ее победа неповторима. После Олимпиады фигуристка завоевала кое-что повесомее, чем кубок, медаль или статуэтку. Народную любовь. Юля! 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 Ольга Князева, Владимир Беляев, Дарья Рыбакова и Игорь Агафонов. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова